Здравствуйте! Вы смотрите передача «Инновационное образование». Наш сегодняшний выпуск посвящен качеству образования. Как его оценить? Вот этому. У нас в гостях Михаил Петрович Карпенко, вице-президент Российской Академии Естественных Наук, президент Современной Гуманитарной Академии, профессор, доктор технических наук. Ну так вот, мы будем сегодня говорить с вами, Михаил Петрович, о качестве образования в каком смысле? Как его оценить? Ну, прежде всего, какие критерии качества образования. Значит, критерии могут быть разные. Но популярные критерии – это качество подготавливаемых специалистов. Качество подготавливаемых специалистов. Но, значит, мы думаем, что вполне возможно, и даже более, значит, как говорится, подходящие другие критерии. По этому критерию, по качеству подготовки специалистов, значит, считается так, что вуз, который готовит более качественных специалистов, тот и сам имеет более высокое качество. Но здесь надо ещё оценить качество исходного материала. Понимаете? Значит, какие люди обучаются в вузе? Значит, какие реальные нас ожидают, так сказать, представления? Дело в том, что по нашим исследованиям, и, кстати, у нас есть институт когнитивной нейрологии, который производит, значит, исследования, в частности, исследования способностей людей, так, измеряемых различными способами, различными тестами, коэффициентами интеллекта и так далее, да? Вот, значит, признано, и у нас в России это подтверждено, что способных людей, значит, высшие способности, которые выше средних, у нас примерно 5%. Если быть более точными, мы намерили 4,9%. Но в средней цифре, вообще говоря, по разным странам и народным, около 5%, так? Значит, около 11% – это людей неспособных, значит, имбецилов, дебилов, идиотов и так далее. Ну, есть и такие люди, рождаются в нашем обществе. Вот. И, значит, вот, если мы это сложим, 84% – это составляют люди средних способностей. Значит, уже сейчас, я уже об этом говорил, в экономике России занято около 30% людей, выпускников вузов, людей, имеющих высшее образование. Сделаем простое логическое заключение. 25% – по крайней мере. Да, по крайней мере, это люди со средними, значит, способностями. И прямо себе отдадим отчёт в том, что именно эти люди со средними способностями – это становой хребет экономики России, как и становой хребет экономики любой страны. Так, вот эти сверхспособные люди, значит, они, ну, занимают, конечно, свои ниши, но всё-таки основную массу интеллектуальной работы, так, основное продвижение экономики, так, развитие её обеспечивают люди со средними способностями. И не надо гнушаться людей со средними способностями. Понимаете? Без людей средних способностей, получающих высшее образование, ни одно общество обойтись не может, так? Значит, должны быть вузы, которые обучают людей со средними способностями. Вот это как раз те самые массовые вузы, массовые университеты. А исследовательские университеты, наверное, туда попадают люди с более высокими способностями, и становятся профессиональными учёными. Так, мы их поздравляем с такой блестящей карьерой, и с тем, что они способности, но давайте задумаемся, как нам обучать 84% населения. Понимаете? Вот, а это люди средних способностей. И разве вуз, который обучает людей средних способностей, не заслуживает одобрения и поддержки, понимаете? Да, он работает, так сказать, с массовым студентом. Более того, я вам скажу, что обучать людей, значит, высоких способностей, приятно и неопременительно, так? Я вам приведу пример из очень уважаемого мною, так сказать, руководителя России, да, Владимира Владимировича Путина. Значит, он явно человек с высокими способностями. И когда он обучался в Ленинградском университете, да, он учился по отдельному плану. Он не ходил на лекции, значит, человек высокой способности. Он навыучил по учебнику, он приходил только сдавать экзамены. Какая заслуга университета в воспитании такого, понимаете, выпускника своего? Да не очень напрягался университет, совсем не напрягался, так? И вот университеты, значит, конкурируют, соревнуются друг с другом за то, чтобы принять к себе, значит, молодых людей, выдающихся способностей, так? При этом они свою работу страшно облегчают. Человек со способностями, он сам найдёт способы выучиться, понимаете? Он сам найдёт. Особенно напрягаться не надо. А вот где надо напрягаться, значит, это при обучении людей со средними способностями. Надо, чтобы они не отстали в профессиональном отношении от людей с выдающимися способностями, надо им создать, значит, очень совершенную образовательную среду. Вот наше глубокое мнение, что сравнивать университеты между собой надо не по их выпускникам, а по той образовательной среде, которую создали эти университеты. То есть из какого исходного материала они, значит, производят свой продукт? Совершенно верно, совершенно верно. И правильно, и вот, скажем, школа, которая обучает детей с деменцией, значит, её не меньшая заслуга, или детей инвалидов, да, по сравнению со школой, скажем, Олимпийского резерва, которая обучает, так сказать, спортсменов там и так далее. Значит, вот с этой точки зрения, вот критерии, они должны быть смещены. Вообще говоря, с критериями у нас в России дело обстоит довольно плохо. Довольно плохо. Значит, понятие качества, оно давно волнует человеческое общество. Значит, все хотят иметь предметы, значит, высокого качества, так? И начали, уже давно это началось определяться, значит, система оценки качества, да? В индустриальную эпоху был выработан подход измерения качества по стандартам. Значит, разрабатываются стандарты качества, и то, что соответствует этим стандартам, то и является качественным, такой простой и, так сказать, эффективный способ, так вот, стандартам качества соответствует. Однако уже в постиндустриальную эпоху возникло понятие, что такой подход, он тормозит развитие, так сказать, интеллектуальных продуктов, ну и вообще новых техник и новых технологий. Ну и выработался новый подход, который сейчас применяется во всех индустриальных странах, что критерием качества является степень удовлетворённости потребителя, так? Значит, которое всё время меняется. Понимаете, были, скажем, чёрно-белые телевизоры, потребитель был удовлетворён. Появились цветные телевизоры, да, потребителям они понравились больше, и уже чёрно-белыми они недовольны, потребители. Появились, значит, там плоские телевизоры с улучшенной чёткостью и так далее, и так далее. Идёт борьба за удовлетворённость потребителя. То есть растут сами запросы потребителей. Растут запросы. Борьба за удовлетворение всё возрастающих потребностей. Правильно, правильно. И вот именно эти запросы потребителей являются главными для производителей и товаров, и услуг. Вот такой современный подход. К сожалению, в образовании в российском, значит, подход остался индустриальной эпохи. Значит, разрабатываются стандарты, и качество меряется по отлонениям от этих стандартов. При всём том, что стандарты от жизни очень быстро отстают. Так? Ну, какие-то стандарты организационного характера необходимы. То-то, значит, нет возражений. Например, стандарт «Сколько часов в день надо посвящать учёбе?» Стандарты, значит, сколько часов там или кредитов, или вот этих зачётных единиц родоёмкости в год должно быть, да? Какой продолжительности должны быть каникулы там, понимаете? Ну, и так далее, и так далее. То есть, есть такие, значит, стандарты. Могут быть стандарты по изображению текстов, скажем, нельзя, чересчур мелкий текст, ну, и тому подобное. Но нет, стандарты пишутся в виде лицензионных требований, да? Значит, какое оборудование надо применять? Значит, как только написали такой стандарт, он тут же начинает, значит, устаревать. Тут же начинает устаревать, понимаете? Появляется новая техника, новые технологии, так? И стандарт, вместо того, чтобы подтягивать к лучшим образцам, мешает достичь этих лучших образцов. Понимаете? Вот, значит, к сожалению, вот этот подход в соответствии с стандартам, да, он записан в Конституции, так? Значит, и в Конституции поменять очень трудно. Сумели любители, так сказать, старинных подходов к качеству, так? Сумели внести слово «стандарт» прямо в Конституцию, так? Вот, поскольку в Конституции записано, то и в законе об образовании пришлось записать, что, значит, качество образовательное, значит, должно отвечать определенным стандартам. Значит, ну, любители бюрократических процедур начали писать эти стандарты, так, примерные, значит, планы, программы и так далее, и так далее. Правда, идёт процесс послабления. Вот в стандартах 3+, уже снятые, очень многие нелепые требования. Снятые требования к насыщению техникой, скажем, аудитории и так далее. Вот, но сравнительно недавнем времени я был в Индонезии, меня пригласили на заседание, значит, ассоциации университетов индонезийских, так? И меня попросили там выступить и задали такой вопрос, так? Ну, расскажите, что у вас нового, над какими образовательными программами вы работаете, что вы хотите, так сказать, как продвинуть вот этот образовательный процесс. Я им ответил, что у нас ничего нового нет и быть не может, поскольку все образовательные, значит, программы у нас стандартизированы. Понимаете? Новое прекратилось, понимаете, в образовании поставлен крест на новом. Точка поставлена. Точка поставлена, да. Значит, ну, значит, мы пробовали проверять, значит, качество независимыми способами. Какие это независимые способы? Значит, совершенно случайно в наши руки попал такой инструмент. Мы заключили договор с Министерством финансов, и они использовали нашу сеть, значит, образовательную для приема экзаменов у аудиторов, так? Для выдачи им государственного сертификата аудиторам, так? И, значит, аудиторов готовили разные вузы. Значит, около 70 разных вузов давали, значит, аудиторов. Все они экзаменовались по одному и тому же экзамену. Одной и той же технологии. То есть, удивительно, но были прямо условия эксперимента равные, совершенно равные, соблюдены. И мы взяли за критерий отношение, так, аудиторов, сдавших экзамена, к аудиторам, представленным к экзаменам, да? Значит, вот этот процент успешно сдавших экзамен колебался, значит, высший от 92 процентов ниже до 15 процентов. То есть, очень информативно было. Вы знаете, ведущие вузы, самые наши прославленные, в лучшем случае заняли место в середине списка. В лучшем случае. Значит, на первом месте был, скажем, Воронежский университет. Значит, мы тогда взяли по округам, так, вот, по округам. На первом месте центральный округ без Москвы, на втором сибирский округ, на третьем западный, понимаете? Вот, то есть, вот эти существующие представления о том, что самое лучшее образование дают московские вузы, вот по этому объективному критерию оказалось ложным. Понимаете? Оказалось сложным, что по-прежнему у России главная сила, в том числе интеллект, так, сосредоточенная в провинции. Вот такой можно сделать вывод по качеству образования. Значит, мы полагаем так, что надо придумать способ, как поменять вот этот подход, определять качество по соответствию стандартам. Понимаете? Качество, значит, образовательных услуг должен определять потребитель, так, а не чиновники. Потребитель должен определять качество. Это, во-первых. Во-вторых, связано с качеством образования и состав образовательных программ. Значит, бьются, бьются, так сказать, стараясь понять качество самих программ. Значит, попытались, значит, всюду записаны в новые стандарты вот эти три плюса, которые я уже похвалил. И считаю, что они действительно приближаются к хорошим образцам. Но там всё-таки есть запись, что образовательная программа должна соответствовать примерным образовательным программам. Однако ещё ни в одной области знания никто не решился написать примерную программу. Понимаете? Какую бы программу вы ни написали, сейчас же найдётся толпа критиков, которая её раздолбает в пух и прах. Понимаете? В пух и прах. Студентов обучают университеты или, скажем, вузы. Вот они и должны определять, значит, образовательные программы и добиваться их качества, сообразуясь с потребностями потребителей. А, значит, другие все критерии, они в этом отношении не должны быть действенными, да? Вот. Ну, так я вам скажу, по образовательным средам мы имеем очень высокие оценки от других наших партнёрских вузов. Так? Вот. Теперь, что касается образовательной программы. Возникла идея, которую очень поддерживают на самом верху, что образовательные программы должны определять работодатели, требования к образовательным программам. То есть, прежде чем задавать образовательные программы, работодатели, их объединение, работодатели, должны задать, значит, стандарты производственные. Так? И, исходя из этих производственных стандартов, уже разрабатывать стандарты образовательные. Однако, работодателям не до того. Так? Работодатели пока ни одного стандарта не выработали. У работодателей другие цели. Они должны получать прибыль, они должны производить продукты и услуги. Понимаете? Нужно ли им? Они каждый раз говорят, что они получают из образовательной системы некачественные, так сказать, кадры. Они желают лучшего. Но что именно они желают, они не формулируют, так? Вот. Значит, я думаю, что здесь надо, главную роль должны сыграть университетские профессора, не работодатели. Вот профессора, они должны изучать, понимаете, потребности производства, так? И через образовательные программы доводить эти потребности до обучающихся. Вот такой, мне кажется, должен быть правильный путь, вот, что касается, значит, стандартов. Ну и, кроме того, должен быть открыт простор творчеству вузов, творчеству вузов. Вот это правильный и, я бы сказал, естественный путь для повышения качества образования. Значит, можно определить, вот, исходя уже из сегодняшних наших реалий, значит, какие должны быть современные требования к образовательной среде. Если мы говорим, что вузы должны друг с другом соревноваться по качеству, значит, образовательной среды, они уже сейчас определились. Во-первых, значит, образовательная услуга должна предоставляться на месте проживания, по крайней мере, для массового образования, так? На месте проживания, без перемещения студента. Кроме того, вполне возможно давать индивидуальное образование по индивидуальным программам, с индивидуальным темпом, каждому студенту. Понимаете? Значит, мы возвращаемся к античности на более высоком уровне, так, как нам диктует... Тем более, что законодательство нам это позволяет, потому что можно набирать эти вот эти, как не кредиты, а как вы называете... Да, сжеты, зачетные единицы трудоемкости. Во-во-во-во-во-во... Кроме того, надо потребовать индивидуальной, значит, антиделиктовой дидактики. Это что такое, значит? Что такое антиделиктовая дидактика, это надо еще, так сказать, об этом говорить отдельно. И давайте мы поговорим в следующий раз. Другой раз, хорошо. Значит, должна быть объективность оценки уровня знаний, мониторинга обучения. А объективность предполагает применение роботов, так? Вот. Значит, должна применяться роботизация. Надо создавать коллегиальную среду. Ну, кроме того, мы считаем, что образование должно быть обязательно поликультурное, так и полиязычное обучение. То есть, надо обучать на разных языках, и надо, чтобы человек усваивал не одну свою культуру, а, значит, разные культуры. То есть, собирать в одной образовательной среде университета людей разных культур. Спасибо большое. Вот и публике нашей спасибо за внимание. Видите, вот как по-новому звучит идея, так сказать, мультикультурализма. Теперь это называется поликультурная среда. Это очень интересно. Удачи вам, всех благ. Приходите к нам еще. Продолжение следует...